Я, правда, от этой ситуации до сих пор отойти не могу. Вы просто вдумайтесь. Министерство просвещения Российской Федерации знать не знает базовой географии. Базовой. И вот эту свою ограниченность они преспокойненько вываливают в российские школы. И ничего. Никто даже усом не поведет. Все нормально. Васьк слушает ДЕСТ. Теперь на ТВ. Я в очередной раз оказался прав. Как же приятно об этом говорить. Еще в прошлом году, когда Сергей Кравцов только начал петь про новый, интереснейший урок, который ответит на все самые важные вопросы подростков, я сказал, что подобное добро на школе 100% не остановится. И в самое ближайшее время стоит ждать подобные пятиминутки ненависти или добра. Тут уж как посмотреть. Как минимум в вузах, как максимум в других бюджетных организациях. Согласитесь, соблазн слишком велик. Окучивать аудиторию, которая не попадает под влияние Соловьевой-Симоньян. Но кто откажется? И вот наступает февраль 23-го года, и Министерство просвещения начинает размахивать этими разговорами о важном, как тот мужик в плаще на голое тело в парке. Хочешь не хочешь, тебе все равно все покажут. С перерывом буквально в несколько дней мы узнаем о разговорах о важном для родителей. Не волнуйтесь, никакой пропаганды. Там будут только те темы, которые интересны всем мамам и папам. По-моему, мы где-то это уже слышали. Затем разговоры о важном в педагогических вузах. Не переживайте, рано или поздно и до других студентов дотянутся. И своеобразная вишенка на торте. Влажные разговоры каждый понедельник будут транслироваться по ТВ. Точнее их уже показывают. Доброе утро стало еще добрее. О смысловой начинке разговоров о важном мы с вами уже неоднократно говорили. И повторять одни и те же мысли мне не хочется. Об этом и так не раз было сказано различными политическими блогерами. Меня удивляет другое. Мало кто обращает внимание, как наплевательски относятся сами авторы этих уроков к своему продукту. И если кто-то не знал, то сообщу. Все эти кринжовые видосики про френдов и няшные телефончики не сами по себе появились, как первоцветы из-под снега. На разработку этих занятий из бюджета потратили миллионы рублей налогоплательщиков. 22 миллиона, если быть точным. И похоже все эти деньги ушли на глючащий сайт. Потому что про редактуру и проверку работники Министерства просвещения, судя по всему, вообще не слышали. Давайте только по этому месяцу пройдемся. Когда я выпустил ролик про Егора Крида и рекламу его Телеграма в школе, сколько ж я получил пирожков в Панамку? Откуда им знать, что Егор рекламирует казино? Павел, эти уроки разрабатывают педагоги. Они не должны знать о деятельности Егора на Твиче. Тебе лишь бы придраться к Кравцову. А по делу претензии будут? Ну что ж, давайте по делу. Разговоры о важном со стоповым. Предположим, в Институте стратегии развития образования работают действительно максимально далекие от всего мирского люди. Именно поэтому они создают сценарии на актуальные для молодежи темы. Потому что они ничего про молодежь не знают. Им сказали популярного певца пригласить. Они в первого попавшегося и ткнули. Но зато то, что касается педагогики и науки, вот тут-то эти специалисты и покажут, кто в доме хозяин. Ну не зря же 22 миллиона потратили. Когда весь интернет обсуждал рекламу телеграмма с казино в школе, Кравцов хранил молчание. И честно говоря, сначала меня это очень удивило. Почему бы не выступить со стандартным? Была допущена ошибка, извините, впредь такого не будет, мы будем проверять то, что проталкиваем в каждую школу. Ну все эти стандартные отмазки. А потом до меня дошло. Нет никакого смысла извиняться и посыпать голову пеплом. Особенно если у тебя нет головы. Если ты не планируешь ничего менять, всем как было глубоко наплевать на содержание этих разговоров, так и будет. Так и есть. Важно попасть в новостные заголовки. Важно, чтобы там поняли, какие в министерстве сидят патриоты. Они же теперь с родителями о важном говорить будут. А то, что шестикласснику эти презентации стыдно показывать, да какая разница? География тоже не входит в число интересов авторов влажных бесед. Как это позорище в школы пропустили. Это на это 22 миллиона ушло. Вы бы хоть одного учителя географии что ли в качестве эксперта наняли. Ну, вряд ли бы он много денег попросил. Казахстан у нас превратился в Узбекистан, Азербайджан в Армению, Чехия в Венгрию, Нигерия тоже с соседом решил территории махнуться. Очень жду, как это в комментариях попытаются оправдать. Вот этот ролик просто лицо министерства, которое возглавляет Сергей Кравцов. Ну и ничего, в каждой школе страны показали. Может быть, на это Кравцов как-то отреагировал? Конечно же нет. Он рассуждает о том, как эту ересь будут теперь каждый понедельник по телевизору показывать. Ну, чтобы от кринжатина не только школьники откинулись. Как после такого учителю рассказывать школьникам, что география очень важна? А еще просто вот необходимо себя перепроверять. Зачем? Если абсолютно спокойно можно работать в научном институте, загружать на сайт вот эту педагогическую отрыжку и ничего. Денежки-то уплощены. Какой можно сделать вывод? Да такой же, как и после урока про френдов. Никто ничего не проверяет. Но ситуация с Казахстаном-Узбекистаном говорит о том, что в этой шайке-лейке вообще нет образованных людей. Помните, как я несколько месяцев назад заламывал руки? Образованием занимаются люди без педагогического опыта. Я, похоже, ошибался. За российское образование отвечают люди без образования. Они, блин, даже Казахстан на карте найти не могут. Но эти товарищи не только школьными знаниями плохо владеют. Они не до конца понимают, кто является заказчиком их творчества. Точнее, скорее им точно так же плевать. Просто я не знаю, как иначе вот этот шедевр объяснить. Пока наши парламентарии рвут глотки, Причитая об уехавших предателях, Володин вон постоянно опросики в телеге проводит. Ну что там, отбираем квартиры? Или просто без гражданства оставим? Так-то оба варианта замечательные. Авторы же разговоров о важном гнут свою линию. Ну, то есть ни к чему не готовятся. Или ведут подрывную деятельность. Этот вариант тоже нельзя исключать. Сергей Кравцов. Так вы из наших? На занятия о достижениях российской науки И о том, что кручена столько яйца, варившиеся полчаса, Первые же ученые, ну, предатели по современным российским меркам, Оба осудили политику России. Оба уехали в Великобританию несколько десятилетий назад. Оба сделали открытие в этой же самой Великобритании. У одного даже российского гражданства нет. Но об этом школьникам, конечно же, не скажут. Вот и получается, что тут авторы аж дважды умудрились сесть в лужу. Ни нашим, ни вашим, как говорится. С одной стороны, прославляют предателей, Сбежавших из страны и осудивших российскую армию. С другой, приписывают России их достижения, Рассказывают о самой великой науке в мире. Но не словечко о том, почему ученые уехали из страны, Где были сделаны их открытия, Кто их спонсировал. Почему? Правильно. Потому что никто ничего проверять не будет. А завершается это занятие вот таким потрясающим слайдом. Можете – сделаете. А можете и не сделаете. Тут уж как повезет. Вне зависимости от темы, практически в каждое занятие Вставляют что-нибудь о Великой Отечественной войне. И это абсолютно понятно. У нас теперь ни одно публичное выступление. Без этого просто немыслимо. Ну и без упоминания родителей один и родителя два. С фашистами в придачу. Но даже здесь, когда затрагиваются такие трагические страницы советской истории, Общая атмосфера наплевательства берет вверх. Про подвиг-то мы рассказали. Но как пишется фамилия героя, мы вот до сих пор почему-то не знаем. Ну а как показала история с Егоркой Кридом, Этих светил науки в гугле, как вы понимаете, забанили. И нормально, никаких вопросов. Ни у того, кто составлял эту презентацию, Ни у того, кто проверял. Потому что никто ее и не проверял. Вот в чем ужас ситуации. Вот о чем я говорю. И теперь весь этот полуфабрикат вывалит на всеобщее обозрение Не только школьников, но и взрослых. Алло, Министерство просвещения. Вы опозорились. Вам подгузник поменять надо. Какие вузы, какое ТВ. Найдите хоть одного нормального специалиста. Это эффективные менеджеры. Но не волнуйтесь. На разговоры с родителями и новый телевизионный формат, Скорее всего, еще баблосиков отсыпят. Мы приняли решение, чтобы разговоры о важном были для родителей. Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно. И родителям интересно. Такая системная работа, заявил министр. Ну, знаете, такая системная работа. Почему бы учителям на себя еще и воспитание взрослых людей не взвалить? Не, ну у них же теперь меньше бумажек и отчетов. Мнение учителей, как всегда, забыли спросить. Ну, с другой стороны, какая разница, что там думает условная Глюка Андреевна? Пусть вон шурует к родителям и рассказывает, почему Россия самая крутая страна в мире. Вы, конечно, можете мне возразить. А вдруг на этих занятиях будут не пропагандой заниматься, а педагогическим просвещением? Все, что я могу сказать на это, лол. Потому что если это так, то дела в министерстве еще хуже, чем я предполагал. Хотя, казалось бы, куда хуже. Если Кравцов с товарищами реально надеются, что эти беседы станут таким своеобразным педагогически-воспитательным ликбезом, то кто-нибудь там шепните министру на ушко, что в нашей школе это уже десятилетиями существует. Черт, я всякий раз забываю, что говорю о людях, которые не работали в школе. Вот сейчас просто приготовьтесь. Ваш мозг взорвется. Такие беседы называются тематическое родительское собрание. И прикиньте, я их проводил. Да, на родительских собраниях можно не только о шторах говорить, и о том, что ваши дети неуправляемые. Согласен. Эту информацию переварить тяжеловато. Мизимчик в холодильнике. Например, на первом родительском собрании в пятом классе я рассказывал о том, с какими сложностями сталкиваются дети при переходе в среднее звено. Почему у многих успеваемость резко падает. И да, презентация на доске, материал на каждой парте, до чего дошел прогресс. Но откуда ж чиновникам знать, что такое бывает? Да и к тому же на это денежек не выделят. В общем, либо мы переизобретаем колесо, что с нашим министерством, кстати, вполне вероятно, либо учителей все-таки заставят заниматься той самой пропагандой. И вот тогда мы родителей в школе вообще никогда не увидим. Я не знаю, кто в здравом уме после работы попрется в школу, чтобы послушать лекцию об удивительных достижениях российской дипломатии. И вообще-то это Запад сам себя ограничил, а у нас кругом друзья. Что мы в итоге получим? Очередные учительские слезы в родительском чате. Пожалуйста, придите, нам нужно фоточку сделать для отчета. А еще обязательно нужно с флагом сфотографироваться и опрос пройти, понравились ли вам разговоры, да или очень. Ну и, конечно, сама идея. Мы сейчас вас, взрослых людей, учить начнем. Очевидно, родину любить. Просто 5 баллов. Гениально. Горшочек, пожалуйста, не вари. Одни, прижатые со всех сторон, учителя, будут учить других, прижатых со всех сторон, родителей, получать удовольствие, переходящий в восторг от усиления прижатия. Не, я так и вижу, как 40-летним и 50-летним людям очередной эксперт с пеной у рта будет доказывать, что российские пенсионеры живут просто, не знаю, в раю. Не, ну со школьниками же это этой осенью прокатило. Я обязательно буду ходить, если такое сделаю. Мне кажется, это будет хороший повод поднять себе настроение. Сама идея бомба. Ведь ребята, для которых 30 лет единственным смыслом жизни было бабло и равнодушие к населению, решили закатить рекламу патриотизма среди родителей. Это реально будет феерично. Давайте ходить и угорать над этим, граждане. Не уверен, что с таким же энтузиазмом воспримут повышение своей нагрузки студенты педагогических вузов. Он также объявил, что церемония поднятия государственного флага исполнения гимна, которую теперь проводят в российских школах в начале недели, распространят и на педагогические вузы. Кроме того, для будущих педагогов также будут проводить разговоры о важном, добавил министр. На профильной дисциплины у нас времени нет. А вот на лицезрение Казахстана, превратившегося в Узбекистан, всегда найдется. Нет, ну правда, как будущие учителя, особенно географы, без этой ценной информации? Мне кажется, целый день нужно этому посвятить. Филологи пусть ошибки ищут, географы карты проверяют. А что, отличная практика. Ну а если вы и не родитель, и не школьник, и не студент педагогического вуза, то важные разговоры придут прямиком в ваш дом. Во всех школах страны каждый понедельник на первом уроке с детьми говорят о важном простыми словами. С этого понедельника разговоры о важном в эфире доброго утра. Готовы видеообращения на основе реальных вопросов школьников. Собирайтесь у экранов всей семьей. Так и вижу тех школьников, которые задают подобные вопросы. Кто такие скоморохи? Ну что вы, не знаете школьников, спрашивающих про Станиславского? Или Россию, лидер атомной отрасли? Нет, но справедливости ради, похоже, сами авторы таких школьников не нашли. Потому что сценарий о Станиславском буквально за несколько дней до часа икс исчез с сайта. Представьте себе радость классных руководителей, которые заранее договорились с актерами местных театров и пригласили их на классный час. Ну, знаете, некоторые учителя пытаются хоть как-то эти занятия разнообразить. И чтобы вы понимали, я не имею ничего против разговоров о театре или Станиславском. Я преподаватель и МХК на минуточку. Но меня искренне воротит от того, как это преподносят. То, что интересует каждого школьника. Реальные вопросы учеников. Серьезно? Когда стало известно о важных разговорах на ТВ, появился вопрос. Но ведь для каждого класса свой сценарий. Все же разрабатывается, учитывая возрастные особенности школьников. Повторю. Лол. Что ж показывать-то будут? Не волнуйтесь, ни о каком серьезном возрастном разделении контента речи не идет. Возьмем последний урок. Традиционные семейные ценности. Учитель как в пятом классе спрашивает. А вы знаете своих прабабушек? А кто вам о них рассказал? Так и в одиннадцатом тот же самый вопрос. Ребята, а почему важно создавать семейное древо? Ну, слыша ты, в шестом классе и в колледже. Да даже электронную открытку будут делать одну и ту же. Пятиклассники и выпускники. Хочется сказать спасибо, что хоть для начальной школы сценарий другой. На больше, наверное, денег не хватило. Какой же в итоге можно сделать вывод? Вот. Друзья, держитесь. Кравцов нашел свою золотую лошадку. И слезать с нее он явно не собирается. С другой стороны, такое активное навязывание важных бесед обязательно вызовет отторжение. И что радует, эти товарищи этого даже не поймут. Так что не все потеряно. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте ему лайк. Тогда оно наберет больше просмотров. Кроме того, если вы готовы поддержать меня, то можете перейти по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Кстати, сейчас вы видите самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное вам спасибо. Не забывайте про мой телеграм. Там все новости образования появляются гораздо быстрее. Ну, а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник. В 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи!